Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Специальный ролик. Вчера я помолился об этом, и как-то так сердце склонилось ответить. Те, которые вокруг меня крутятся, следят, что-то пишут, выявляют. Вы бы не являли ничего, это интернет виноват-то. Я так подумал, помолился, так это интернет виноват, не я. Интернета не было, они бы не нападали. Я что буду говорить, и вы мне ответьте тогда. Что? Вот вы знаете это. Вот апостол Павел говорит, второе послание к Коринфянам, 11.26. Ну и еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным. Считай. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы мне сколько-нибудь похвалиться. Похвалиться? Зачем, Павел? Да похвалиться, да как это так? Ну и он теперь хвалится. Что? Что скажу, то скажу не в Господе. Ну как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Отважность на похвалу. Нарвался наконец-то. Ну и все, теперь будет. Вот, я тоже подражаю ему. Нарвался. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ну по плоти-то что они хвалятся? Какие родители, какие важные, откуда они институты кончили. И я похвалюсь. А чем? Невежеством своим. То есть я ничего не заканчивал. Постоянно повторяю. Но дальше мы увидим, что из этого Бог сделает. Я доверился Богу. Бог закончить. Я один раз поступал в такое высшее заведение. 14 человек на конкурс. Да мало того, еще подбрасывали записки. Три варианта разные были даны. И все три я их решил и дал другим. А запятую себе поставил не так. И одна четверка была, но все пятерки. И поэтому я учусь неделю, через неделю узнали, кто я и меня вышвыривает. Мало того, документы в окно выбрасывают даже. Вот если вы знаете, с кем-то так было, похвалитесь. Скажите, я тоже знаю такого, так именно поступали. Пока никто мне этого не ответил. Это моя участь, моя биография. И что? Ибо вы люди разумные. Охотные терпите неразумные. Да, неразумных всех терпите. Ну и что? Вы терпите, когда кто вас порабощает? Порабощает, то есть вас архиерея обирает там. Когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Все, то есть то, что тогда было. Они их терпят, разумные терпят. К стыду говорю, что на это у вас недоставало сил? У нас. У нас. То есть я этого не мог делать. Я не мог вас бить, не мог с вас деньги брать. Я ни одной копейки не получил за 53 года миссионерам и проповедникам. Нигде. По всему миру проехал. Нигде. 44 года начальник детского лагеря. Это тысячи детей. Без копейки от государства. Я обслугу и все я должен был содержать. Если знаете такое, скажите. Я похвалился моим Господом. Благодатью, которая на мне. И дальше. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию. Смею и я. Смею и я. Покажи, говорит, веру твою без дел твоих. Мне многие покажут, а у меня ничего нет. Я покажу из дел моих. Бог будет сидеть по делам. Они евреи и я. Израильтяне и я. Семь Аврамова и я. Я не такой. Я не могу тут сказать евреи. Я просто знаю, это народ избранный, Бога избранный. Вы меня за это сегодня такими словами обложили, когда я евреи говорю. Ролик у меня такой. Кто же такие евреи и как к ним относиться? Такими словами. Их даже нельзя показывать нигде. Мне говорят, зачем вы чужое гэ размазываете у себя? У вас верующие здесь чужую блевотину и гэ размазываете. Вот эти меня обложили со всех сторон. Только за евреев. Христовы служители. Безумие говорю. Я больше. Я гораздо более был в трудах. Ну я по порядку начну. Кто столько трудился? Покажите. На работе я все время труженик руками. На стройке. Профессиональный строитель. Протом на самых низких. Мне прорабам не давали работать после армии. Нигде. Копать землю. Под линией лап глубокие ямы. Слава Иисусу Христу. Лом. Кирка. Кувалда. Клин. Лопаты. И питом один в степи. Чтоб как у меня никого рядом. Вот как изолировали. И выработки 280-300%. Поставили на другую работу. Плотникам. Секольчикам. Процент один и тот же. А как это может быть? Понятия не имею. Теперь назовите у кого так было. А вы знаете какие нормы были в советское время-то? Не забывайте про это. Если знаете, скажите, скажите. Вот вы похвалились, а я еще знаю такого. Дальше. Безмерно в ранах. Безмерно в ранах. Я вот утром едва надеваю рубашку. Когда это было еще? Когда я был в армии. Когда меня уже захватили. Когда поместили. И что со мной было? Как вы выращивали руки? Потом как психиатрии держали? Какие банки у меня закачивали? Что я только одно молил Бога, чтобы разум сохранил Господь. У вас это было не было? У меня 26 лет психиатрия терзала. 26 лет. Если знаете, дайте мне теперь, знаете, скажите. Я еще нашел вам товарища. Еще? Более в темницах. В темницах. Ну, более или менее там. Ну, знаете, тут можно найти-то. За что? Какая темница? Когда ты проповедовал. Когда люди там обращались. Вот как Павел молился, чтобы землетрясение было. Были, знаете, такое? Скажите. Я не знаю. Ни у отца Глеба Якунина, ни у Зои Крахмальникова, ни у Саши Огородниковой. Ни у кого этого не было. Мне Бог это дал. Пройти как на крыльях. Дальше. Многократно при смерти. Ну, если вы знаете это. Мне угрожали записки, подбрасывали. Что вы нашими детьми. А когда вы их отставите. Меня останавливали там куча, говорится. Бандитская кодла с ножами. Один из них только вышел. Так это он сам, про кого я рассказывал вам. Проводите его домой. Садятся со мной в трамвай. Поехали со мной бандиты. С кем было? С доктором Гаазом. Назовите с кем это было реально. Я вынужден сказать в этом ролике. И под этим роликом буду вам немножко отвечать. Дальше. От Иудеев пять раз давно мне было по сорока ударов без одного. Но евреи меня не били. По сорока ударов. Мне доставалось с других мест. В другом месте. Три раза мне били палками. Не били меня. Однажды камнями побивали. Не было этого. Три раза я терпел кораблекрушение. Ни разу. Я живой остался. Ночь и день пробыл в глубине морской. То есть в колодце сидел где-то. Не прятался я там. Вот Афанасий Александрийский. Много раз был путешествием. Да, был я. Вот отсюда начнем считать. В опасностях на реках. Да, было. В опасностях от разбойников. Было. В опасностях от единоплеменников. От русских, да. В опасностях от язычников. Было. В опасностях в городе. Было, очень. В опасностях в пустыне. Прямо караулили. А я пошел другой тропой. И они остались ни с чем. А я не знал, почему я повернул пойти через лес. Дальше. В опасностях на море. В опасностях между лжебратьями. Вот лжебратьями. А вот прочитай теперь. Вот второй галатом. Что? А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим, подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. И что они не уступили ни в чем. Я имею эту свободу, а которая нападает мне, а они или где-то в миссионерских отделах, там, сензорских, или священники, они рабы. И они пытаются, стоят там где-то на верхотуре, которые у них место машут руками, а у них ничего нет. Нет свободы. А нет свободы, поэтому они говорят то, что в них заложили, учили. Я слушаю, что Бог скажет. Что говорит мне Священное Писание. Поэтому я не проиграю перед ними здесь. Дальше. В опасностях. Где еще? Ну вот, мудачки, что дать считать? Да, да. В труде и в изнурении. Я могу это сказать. Часто в бдении. То есть у меня уходило на сон два с половиной часа только. В голоде и жажде. Ну а как я в голоде и жажде? Когда один жил, тут у меня находило там пять градусов или что-то. Ведро в угля сэкономить. Все остальное на дело Божье. Дальше. Часто в посте. Ну это наши православные. Ни один раз пост, думаю, не нарушил. Ни в тюрьме, ни в больнице, ни в лагере, нигде. На стуже и в ноготе. Да. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей. У меня это как раз и есть. Отовсюду люди ехали. И как? Ну приехали-то. Интернета не было. Они приезжают, специально командированный человек с другой республики. И тетрадь вопросов. Сразу же включаю магнитофон. И начинаем говорить. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Бывает одна пленка, 375 метров, это 80-120 минут. Полную пленку. Даю ответ. А теперь снимаю копию, ему отдаю, и он поехал обратно. Одного в дверь его провожу, и другие приходят. Вот такая комната, 12 квадратов. И тут переплетный цех. Жена шлюет тапочки, приятные людей. И 11 человек ночует не на полу. Вся комната на три этажа разбита. Если у кого было, ну назовите так. Я вот хвалюсь этим, Бог дал мне это. Боже, это не мое Боже. Что еще? Забота о всех церквах. Вот мне пришлось это делать. Я мирянин. Написал каждое, каждую пасхальную, где приближаются всем архиереям. Адреса есть, и я им пишу. У меня вон лежит. Я показывал как-то. Подожди-ка маленько, покажу. Сам переплетал. Это даже показать надо. Похвалиться. Вот эта книга, я переплел ее. 500, кажется, сколько-то, 20 страниц. Вот она переплетена. Я на работе раздвиновано было на каждый день. И каждый день мне звонят. И у меня 2300 только было телефонов. Дома телефона нет. И вот оно как истрепалось, во что превратилось. Это понятно, сколько пришлось листать. 2300 телефонов. Я на работе когда, и везде жучки стояли. Везде дома, на работе, везде стояли жучки. Это мне уже потом все это. Все до одного разговора записывались где-то. Представляете, люди? И вот когда телефон мне один предприниматель поставил, вот этот телефон, то я разговаривал, и у меня уже через два дня вот здесь вот, говорят, продрано может быть, и мозоль. И одна душа, любящая меня, сделала мягонькую вот такую подлокоть. Кому еще делали так? То есть, я никогда, ни разу в жизни не сказал, препятствия делать нельзя. Только спрашиваю. Ну, все-таки, трудно открывать визу в Великобританию. Ну, открывает ее? Открывает все, я ее открою. Если от меня это зависит. Какой бы не был трудностей вопрос, один вопрос, только кто-нибудь до меня делал или нет, а попробовать можно, можно. 11 лет шел суд. Суд, когда у меня что-то изъяли, когда реабилитирован был. Я его выиграл, 11 миллиардов должны были. Я выиграл, ну, только частично. Вот два дома получил в центральном районе, тут у нас молятся, один 13 соток. Дальше что? Кто изнемогает, с кем бы я и не изнемогал? Это мне дано. Я переживаю, болею даже. Воображение такое. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Это моя жизнь, я вижу конкретно. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Немощью моею. Вот это все перечислил Павел, ну, взял бы, выщеркнул, нет, немощью моею. То есть я ничего этого сам никогда бы не сделал. Это Бог делает. Я совершенно немощный. У меня ничего нету, ни средств нет, ничего. Но у меня много врагов, которые мне венок сплетают. Это я могу сказать. Дальше. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословенный вовеки знает, что я не лгу. Да. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. И вот мы где-то бываем, а вот уже вперед видят, куда мы поехали, сообщают. Едем, проверяет милиция. Сопровождение. Документы отняли, езжайте за нами. Я сказал, если он сворачивает в лес, не заворачивает, гони прямо, дальше будет видно. На дороге, хотя на трассе. Задерживали не один раз по наводке. Я это знаю. И вот я насчитывал, когда 12 томов златоуста, а перед окном машина стоит, смотрит. Кто бы ко мне не приехал, обыску всех. На работе стоят, дежурят круглосуточно. Сколько они на меня потратили, КГБ. Назовите, с кем это было. Назовите. И Бог меня спас. И это на работе. Сторож второй, надо подмениться. Мне надо подмениться. Ну, как сказать. Он приходит сам и говорит, мне срочно нужно, подежурьте за меня, а я за вас. Мне это и надо. Я ничего не делаю. Мы все подготовили. Никто не знает. Я говорю, начальник не должен. Да нужен. А он его шофер был когда-то, у начальника. Я разговаривал с ним на равных. Проходит какое-то время. Мы уже на вокзале. И на вокзале нам сразу обыск. А что у вас с собой? То есть они следили, мы не могли выйти и так. Что с собой? Пленки. Просмотрите. Захожу. Линейный отдел милиции. При вокзале. Мой магнитофон стоит, который брали уже. Пленки ставят. Там жития святых. Больше ничего нет? Нет. Отпустили. Мы знаем, что теперь мы едем. Они и за нами. И вот. Покажите, за кем так следили. Доезжаем до Красноярска. Теперь, как повернуть? Где? Куда пленки деть? Мы как бы будто бы вместе, а потом один за угол спрятался, и потом бежать и на стройке на одной в мусор зарыл пленки Николая Олеговича Шевченко. И как уезжать? Ночью надо было пойти на стройку и найти этой пленки. Он вот сюда за поезд себе заткнул на рубашку. И тогда поехали в Енисейск к отцу Геннадию. Вот как было. В Новосибирске я поехал. Следят. Ну, как передать-то, не знаю. Пришла сестра моей жены Нина Шадрина. Нина Васильевна. А жена Надежда Васильевна. И проходит мимо. Я ей говорю, я пересаду на другую скамейку и отвернусь с правой стороны. Она потихоньку проходит. Ты возьмешь. Я встану и уйду. Уйду в магазин. И она так подошла, проходила. Я ушел. Они за мной. А вещь-то осталась. Я приделился к другим. Она взяла. Ну, а там уже все сказано, что было делать. Я это все испытал. Вот мы отправляем пленки. Заказали. Полный комплект. Это 200 катушек. 200. Требуется отправить их. Куда? В Эстонию. Я на работе. Следят за мной. Но следят и там, дома. И вот они теперь. А это коробок. Сколько коробок. Люди стоят в разных местах. Ну, в разных местах. Ну, садиться-то в один вагон-то. И вдруг садиться с одинаковыми коробками. Лезут 10 человек-то. И вдруг кто-то заметил. Следят. Не звонить нельзя. Ничего нет. Они принят решение. Какое решение? Уже занесли. Дорогу отнимут. Выносить обратно. Выносить обратно. И теперь среди ночи нужно где-то спрятать. Это вообще вообразить даже нельзя. Что мы терпели? И все это позади. И вот священники все это знали и докладывали. Где мы были? Сколько нас человек соберет. Они все писали докладные. Предатели. Сотрудники КГБ. Я называть фамилии могу. Все. Это все видно. Фильм такой есть. Кажется, предчувствие у нас. Когда они... Или Златовцев Потеряевки. Три священника. Благочинный отец Николай Войтович. Капранов отец Михаил. И Скачков Михаил. И они перед... Когда снимают их перед режиссером. Они жалуются на меня. А да он такой. Да вот он такой. Он такой. Но я такой. Зачем за мной смотреть? Я один раз захожусь. Священники сидят. Я гляжу. Что-то они засмущались. Обо мне разговаривали. Так и есть. Ну почему я в притче во языцах-то стал-то? А вот, Игнатий, ваши пленки везде разошлись, а вас гордость не обуяла? Я говорю, а чего? Ну что ваш голос слушают? Это надо додуматься до этого. То есть они в гордыне своей заменили Христа. Везде все решают за Христа. Прощать, не прощать. То есть миссию Христа взяли на себя. И это прилепляет к другим. Да мне об этом думать некогда. Но как же. То есть они же у всех пленки. Им хорошо оформили коробочки. Специально. И когда будет обыск, у них обыска не будет. Власти знают, что у них есть жития мои. Все. Придет время. Эти все жития перейдут ко мне. А потом уже с них вот мы насчитаем. А гордость нет. И у меня зуб болит. Я говорю, у меня зуб болит. А в Австралии центральные газеты вышли с моим портретом. Мне от этого легче. Забота о гордости. От того, что мой голос слушают. Даже не додумаешься, куда прилепить эти слова. Гордыня, прелесть. А сами в этом сопрели. И при том, это не один, не два раза. А вот сегодня интернет. Интернета не было, на меня нападок бы и не было. Ну, один там между собой. Другие не знали. Писма перехватили, они в КГБ осели. Я пишу одному. Один недоволен, но один недоволен. Другому он не может писать все время. А здесь сразу распространяется по всей мировой сети. Если чего-то вам нужно сказать, вы скажите перед Богом. Пожалуйтесь ему на меня. Я свой срок-то отжил 77 лет. Уже вот будет скоро. Вы-то еще до моего возраста не дошли. Старше меня никто на меня не нападает. Поэтому все, что на меня говорите, входит в хамский грех. Хам моложе отца своего. Вы не просто наготу не прикрываете отца, а раздеваете. А ее там нету наготы. Я не знаю того, что вы знаете. Вы по своему опыту блудному знаете, где ваши стези прошли. Мои стези прошли по-другому. Наследие мои приятные для меня. Межи мои прошли по прекрасным местам. Я это говорю. Теперь лжебратья, лжебратья, а то лжемиссионеры, лжепроповедник. Ну так, ну и успокойтесь. Вы посмотрите, СД. Я этого не знал. Я нахожу, и вдруг нападает. Кто? Куратовский, Дудин. СД. До этого было СД. Дмуха, Саша. И начинается. А теперь как? Саварбек, Джабраилович, СД опять пришло сюда. С и Д. Почему? Это какой-то знак. Чтобы я маленько аккуратнее с ними был. И вот они выбирают, что-то говорят, что-то предсказывают. О себе ничего не знают. У вас грамота от человека, от мирских. На иностранных книжках-то учились. Миссионерскому делу нельзя научиться, как писательскому. И как научиться-то? Это дано или не дано? Это харизма. И тогда Бог делает, как ему надо. Поэтому я в маленьком этом ролике сейчас хотел вам показать. Нападки эти, венец сплетаете. Для меня никакой разницы нет. Ни на пищеварение не влияет, ни на что. И вот гляжу, вчера нашел еще несколько каналов. Целые каналы. Свет Христов. Еще какой-то астмус там где-то. То есть ничем не занимаются. Я бы гонял. Гоняются, прямо гоняются. Видно, что из моих видеороликов выбирают что-то. Выставляют. Вот здесь была большая эпопея. Местный епископ Масендич Антоний. Он постигнул на деньги. Новоалтайский здесь. А там отец Михаил Погиблов. А он избранный по силовым структурам, как отец Дмитрий Смирнов-то. И они ему деньги не дают. Дали сколько? Хватит тебе. И так уже все обобрал-то. И началась война. Бойня. Газеты печатают. Те жгут костры. Там ночуют. Все вокруг окружили. Они ОМОН наняли здесь. На них. Это что было? Я уже об этом говорил. И все это снимает телевидение. Священник лезет через забор. Как они штурмовали Георгиевский храм. Он еще строился-то. И там какой-то штырь. Он крестом зацепился. Отцепиться не может. И все это весь мир смотрит. И вот тут они уже схлестнулись. Клинч. Мертвой хваткой. А серый кардинал за кадром. Войтович. Благочинный отец Николай. И он мне говорит. И так. И он ни на ту, ни на другую сторону. Но я же вижу, за кого он. Ему надо свалить архиерея. Архиерея это первый епископ здесь в Алтае. Строится епархия. А все заворачивал он. Ну вот они там так. И вдруг оттуда меня приглашают. Помогите. Ничего не можем сделать. Представьте. Это те, которые меня гнобили. А потом они скажут. Все годы мы за вами следили. Нам нельзя говорить. Вы для нас пример были. Вы как факел были. Это когда благочинные у меня здесь соберутся. Здесь. Приехали сюда, где я сижу. Благочинные. Патриархийные. Отец Александр. Тоже Войтович. Это сын отца Николая. И они это мне скажут. Они везде меня поставили. А я был для них факелом. И вот теперь я к ним приезжаю. Начинаю смотреть, разговаривать. И убеждать их. Все-таки это архиерей. Ваш архиерей. Надо покориться. И вот теперь в роликах. Вот эти мои слова. Это ваш архиерей. Надо покориться. Деньги-то. Ну пусть он взял лишнее. Отдайте. Ну нехорошо. Перед миром. Все разделилось. Тогда еще зарубежной церкви не было. Мы их патриархии были. Фактически-то. И теперь эти слова берут. И многократно их муссируют. А вам архиерей сказал. То есть вы никто теперь. Вам архиерей сказал. Покоритесь. То есть совершенно их силу не горд. Ну сказал Давид. Безумец. Сказал нет Бога. Ну сказал теперь. И каждый псалом теперь вставляет. Нет Бога. Давид сказал нет Бога. Да не Давид, а безумец. Он только написал это. Я сказал-то по делу. Примиритесь. Уступите. И архиерей сказал. Да архиерей. Антоний ко мне приехал. И разговаривали. Что делать дальше-то? В тупик зашло. Я говорю. Простите их. Он их запретил в служении. Храм закрыли. И там денно и ночно они караулят. Жгут костры на улице. Зима. И поэтому в переговорах мне пришлось участвовать. Я там и здесь участвовал. Прямо по полной программе. И когда уже они приехали сюда. Я стоял на улице. И была непогода. И вдруг они как катапульпой выброшены. Вылетают оттуда. Простил. Сняли с нас запрещение. Сняли. Один за другим. Ко мне подбегают. Руки жмут. Не видно, что не видел. Что они. Маленько погодя. Проходит архиерей. Вот такой живот. Выходит. Подходит. Игнатий. 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 Я вспоминаю об этом. Как добрые времена были. С архиереем. Вместе в машине ездили. Он на дом приходил. Обедали у меня. У меня жена. Искусное пирожное. Он ел пироги. Я ему советовал. Переходи ко мне. Летом в лагерь. Отдохни. И я с тебя это сниму. А он на лестнице площадки. Вот такое вот у него. Начал что-то делать. Какими-то таблетками или еще. 41 год умер. Не послушался. И эти, которые свидетельствовали, все мертвые. Никого нету. До моего возраста ни один не дожил. Я шел по тюрьмам. Сдали меня. А они по заграницам поехали в это время. Если знаете такое, назовите. Поэтому я могу похвалиться этим. Благодатью Божией. Как Бог меня спас в тюрьмах. Сколько людей пришло. Начальник тюрьмы меня постоянно вызывал на беседу отдельно. И всегда дорогой мой. Дорогой мой. По телефону звонили. Звонил он мне. И умер по-христиански. Следователь принял полное крещение. Следователь. Это чего-то стоит. Но назовите, у кого так было. И признать надо, где это все патриархии. Патриархийные. Никуда. Мы зарубежные даже не знали, что она есть такая церковь. И сегодня, который нападает. Вы не на меня нападаете. Вы пытаетесь этим подбодрить себя свою немощь, бездарность, продажность, трусость, корысть прикрыть. Ну, на моем фоне, это ваша жизнь как раз и выглядит по-другому. А что лучше нападает? Не знаю, что лучше. Бог дает. Я благодарю Бога каждый день. Это люди, сплетающие венец. Когда Пашков воевода стрелял в портопо по вакууму. Моя сечка за сечкой. Он ничего не может понять. Он говорит, благодать в устах твоих. Там Афанасий Филиппович. Придет время, я тебя постригать в монашество буду. Воеводу. Он в одном походе 450 человек с голоду уморил. И, наконец, прибежал. А мы из монастыря не брали. Постриги меня в монахе. И он его постригать будет. Вы ко мне все придете. Не здесь, так там. Все до одного. Вы поймете, что вы бьетесь не со мной. В выдуманном мире вы все это. Мираж для себя составили. А гордость, прелесть. Я вообще этого не знаю. Напоминаю, у нас 13 лет был Ефтихий Курочкин. Он меня хорошо уже знал по книгам. По газетным выдержкам. И думал, как я буду с Игнатием ладить. А когда приехал, потом мне и говорит. Я его не узнал. Это совершенно другой человек. Как в послании к Силин. А в личном присутствии речь его слаба и незначительно. И он пошел со мной пости овечек. И мы там на соломе валялись целый день. Это наш архиерей. И он сказал, обвините Игнатия. Вне православия никому не удастся. Он супер православный. 13 лет был архиерей. Меня один священник спрашивает. А вы знаете такого хоть одного архиерея, который когда ездит и поборами не занимался бы? Я говорю, знаю. Как Иоанн Шанхайский. Так это на иконах. Такой у нас Евтихий Курочкин. Почему вы этого не видите? Он один строит храм. Один. Жесть. Привяжет. На колокольню лезет. Поднимает ее. Никого нету. У него наскоп не было. У Иоанна Шанхайского. И у этого наскоп нету. Хотя бы по этому посмотрите. Я говорю, вот этот никогда поборами не занимался. А что требуется, батюшка всегда давал. Это вот маленький ролик. Я вам показать хочу, что здесь я могу что-то отвечать. Я не отвечаю. Зачем? В ролике я все сказал. И поэтому ваши нападки, они говорят о том, что вы рабы. Вы рабы. Вы не свободны. Я на вас нападать не буду. Я в общем сказал. Это неправильно, что людей не учат. Надо учить. Народ не знает Бога, не знает Христа. И об этом все мои слова. И то, что вы нападали. А вот тот-то еще на С нашли букву. Еще на Д нашли. Так как будто кто-то выбирает их. Ну и напал он, сказал. Ну ничего не значит, что он сказал. Придет время, он покается. Так а вы не каетесь. Ничего там нет правильного. В чем кается-то? У вас прелесть. Я этого слова не знаю даже. Гордыня. Я не знаю этого совершенно. Мне некогда. Я практик. Не теоретик. У вас нойки хотя бы все вместе взяты. Одну деревню. Маленькую. Но устав такой, что был. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. И вот эту табличку. Сейчас гляжу. Вчера новый ролик один стоит, говорит. Вы лжете. Не лгать, а вы лжец. Лапкин лжец. Зарядите. А что он лжет, думаю, дай послушаю. А то, что вы детям говорите, что идет 1900, там или 2015 год. Неправильно это. Это вы, это родновер какой-то. То есть язычник сошел. То есть вот моя ложь в чем заключается. Что я не те цифры беру-то, которые ему там подсунул стерликов или кто-то. И где нападают, не на меня нападаете-то, а на свое невежество, неверие, бесстрашие. Конкретно покажи, что я сделал не так. Ну не так, прости меня, Господи, я каждый день прошу прощения. Хожу на исповедь. В это воскресенье я должен прищащаться. А от меня что вам нужно? То, что вы понимаете, что если бы я не делал это, вас не видно было бы, кто вы. А на этом вы видите. Ну образуйте детский лагерь, занимайтесь. Ну сделайте. Или что, не тянет? Отвечайте на вопросы по Библии. Не тянет? Я многое вам скажу, где у вас ничего не получится. А я никогда не считал, что трудно, нетрудно. Просто делаю, живу свободно, нормальной жизнью. Еще раз хочу сказать. Вот у меня доказательство, небольшое доказательство. Вот это наша алтайская газета. Алтайская правда. Вот посмотрите. Видно или нет там? Посмотри. Держи так. Считай. Голубятник. Голубятник, голый птица мирная. Поэтому он никогда не живет у злых людей. Это все знают. Поэтому я не злой. У меня три голубятни и четвертая в доме. Шести лет я уже с голубями вожусь. Вот еще одно доказательство. Это вы злые. Ну и дальше о чем он как говорит. Голубей держит. Теперь разверни дальше. Считай. Голубятник. Опять же птица голубь мирная. Поэтому не живет у злого человека. Не живет. А у меня живут. И плодятся среди зимы. Я даже на это обращаюсь. Я с сестре, она у старообрядцев, как-то сказал. Говорю, поищи у них кто голубей держит. Во всей стране не могли найти одного. И только одного в Красноярске нашли. Я говорю, наверное, он недавно перешел там к новообрядцам. Ну да. Ну так он оттуда и принес. Вот другая газета. Косехинская. Летите голуби, летите. Но можно было бы засчитать. Ну где красное? Просчитай вот это почеркнутое. Разведением голубей занимается во всех странах, на всех континентах. Ими увлекаются миллионы любителей этой мирной и благородной птицы. Да и дальше кто занимался там? И Брежнев, Хрущев, Зыкина, Золотухин. Еще тут что-то я где-то подчеркнул. Нет больше? Не, не вижу. Не видно где-то. А вот, вот, вот. Ну что там такое? Так. Значит, пусть больше будет в небе голубей, которые являются символом дружбы и мира. Ну вот так. Так что, еще одно доказательство хочу сказать. Это всему людям известно. Кроме православных. Они нападают только православные злобные. Это все так. Старообрядцев заносят веретики. А вы и старообрядцыцы. Без пополоса я родился, от меня не зависело там. Старообрядцы никогда не были эритиками. Раскол называется. Это миссионеры даже. Называются миссионерами. Раскол от ереси не могут. Эритика перекрещивать надо. А раскол никогда не перекрещивается. Потому что законно у них все. Они просто отошли от господствующего руководства. Только и всего. А вот вы хотели быть, поэтому туда-то перенесли что-то. Не понимают даже. Не преподают им. Итак. Жду отзыва. Без ругания. Спокойно. Что я здесь не объяснил. Иначе буду пропускать мимо и указывать, где это было. Богу нашему славу. Благодарю, Никита. Спасибо. 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 Продолжение следует...